В своих роликах, наряду с рассказами об истории и технической составляющей того или иного автомобиля, я затрагиваю эстетическую часть и заостряю ваше внимание на интересных обвесах и бодикитах. В сегодняшнем выпуске попробую показать вам, на мой взгляд, сумасшедшие, безумные и нелепые, на мой взгляд, обвесы и бодикиты. Поехали! Предлагаю вашему вниманию ресурс автоспот.ру Известный сервис по выбору новых тачек в наличии от официальных дилеров. Он позволяет узнать, у какого дилера есть прямо сейчас нужная машина и сколько она стоит, какие акции на нее распространяются. У проекта есть свой клиентский сервис, который может подробнее рассказать про ту или иную машину и посоветовать аналоги. Разумеется, сервис бесплатный. Также на сайте присутствует много различных бонусов. Переходите по ссылке в описании. Итак, жил-был Volkswagen Juke первого поколения и никому не мешал. Хотя, что я говорю, этот стильный для своего времени автомобильчик дорабатывали все, кому не лень. Однако, так, как это сделала немецкая контора Ottinger, наверное, не сделал никто. Мало того, что этот Juke стал реактивным и получил 255-сильный мотор от 911 Porsche, так еще и примерил пакет суперрасширения, на мой взгляд, в стиле 935 Porsche. Получилось вот такое вот безумие, имеющее ширину, вы только подумайте, аж 220 сантиметров. Шире практически любого современного авто. Второе тюнинг безумства в этой сфере родом из Японии. Это Toyota Mark II в моем любимом 70-м кузове, которое еще в середине 80-х щеголяла электронной приборной панелью, полноценной климатической установкой, полным электропакетом, системой регулировки жесткости подвески, внимание, ионизатором воздуха и даже, как поговаривают, датчиком света. Заострю внимание на оснащение в другом выпуске, а у нас вот такой вот сумасшедший японский неизвестный тюнинг-проект. Просто дико безумный обвес, адский выхлоп, колеса с безумным вылетом и такой вот небольшой штришок в виде радиаторной решетки от Мерседеса в 201-м кузове. Картину довершают тюнинговые фонари и массивный спойлер. Не безумие ли? И таких проектов немало. Вот вам сумасбродная, но с определенной точки зрения крутая креста в кузове GX51 с вот таким вот чудным выхлопом и антикрылом-небоскребом. Buick Skylark в начале 80-х переживал не самые лучшие времена. Даунсайзинг, коснувшийся многих американских автомобилей после топливного кризиса, не пощадил и эту модель. Переднеприводная купешка смотрелась в принципе неплохо, но дух мускулкара конца 60-х в ней напрочь отсутствовал. А ведь людей, тысковавших по таким тачкам, было немало. Поэтому одна американская компания произвела на свет энное количество вот таких вот бодикитов по заказу и эскизам самой General Motors. А продавались они не подпольно, а через дилеров, реализовавших тогда Skylark'е по цене в 627 долларов. Получился вот такой вот мускулкар начала 80-х. Причем самое удивительное, что при создании прототипа инженеры GM дорабатывали и подвеску, и мотор. А в продажу поступил только лишь бодикит. Ну а вот вам пример на первый взгляд очень стильные Audi-селедки от конторы MM Design. Машины украшают стильные передний и задний бампера, стильные диски BBS и легкий намек спойлера на багажнике. Но все портит носовая часть. Только гляньте, как нелепо смотрится радиаторная решетка с гигантским логотипом Audi. Да и 4 круглых фара, на мой взгляд, тут тоже не к месту. Обычный 126 сек, не побоюсь этого слова, эталон грации и элегантности. Поэтому дорабатывать его внешность нужно грамотно и осторожно. Так, на мой взгляд, уж точно не поступила английская контора Хамелеон. Только посмотрите, какого монстра она сотворила и нарекла его именем Тайфун. Носовая часть, видимо, в угоду аэродинамики получила вот такой вот странный клюв. Именно он портил весь стиль. Ведь мускулистые арки смотрелись неплохо. Как и четырехствольная выхлопная система. Были варианты и с дверями типа крылочайки. Интересно, что на некоторых эскизах Тайфун смотрится даже стильно. И, кстати, эта модель в версии с дверьми типа крылочайки засветилась в старом ситкоме New Statesman. А вот этот автомобиль настоящая квинтэссенция безумия с точки зрения обвеса. Осмотрев его со всех сторон, даже сложно сказать, красив он или уродлив. Одно я знаю точно, он необычен. Одно антикрыло чего стоит. И, кстати, если вы еще не узнали, это доработанный Датсун 280Z. Ну а если вам понравился ролик, делайте репосты. Тем самым помогаю каналу развиться. В комментариях же пишите модели с безумными обвесами, которые знаете вы. Также, если вы хотите помочь каналу материально, чтобы разнообразить контент, ссылка на донат в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА